Сбор подписей Но, с другой стороны, по меркам такой большой компании, как OneCoin, это, в общем-то, немного. В материалах самой компании утверждается, что пользователями криптовалюты OneCoin является порядка 3 миллионов человек. Но, если это так, то, наверное, эти 3 миллиона человек заинтересованы, чтобы компания работала слаженно и, наверное, чтобы руководитель этой компании был на свободе. Но получается, что только 19228 человек подписали эту петицию, а это меньше 1%, если брать 3 миллиона пользователей за основу. Ну и главный вопрос, который волнует сейчас многих партнеров компании OneLife, это когда же состоится долгожданный запуск биржи или обменника. Потому что, как вы помните, вообще о запуске обменника говорилось еще в сентябре и по некоторой информации, что якобы уже в середине сентября эта биржа или обменник должна была функционировать. Но вот у нас уже начало ноября, а, как говорится, ВОЗ и ныне там. И один из партнеров компании OneLife, я так понял, что его зовут Стивен, опубликовал следующее видео на немецком языке. И вот что написали в комментариях по поводу данного видео. Пользователь А. Стивен Вагнер говорит, что он уходит в другую фирму и прекращает работу с OneCoin до реализации обмена или биржи OneCoin. Пользователь Б. Устал мужик? Понимаю его. В. Да, точно, мужик устал. Бесконечность. Обман со стороны компании. Нету конкретики. Ему надо объем продаж. Ровно год назад начал и все на этом. Пользователь Г. Обменник откроют, и он сразу снова активизируется. Это же логично. И начнет реализовывать заказы. Ему какая разница? У него цель продавать машины. И будет их продавать на любой торговой платформе, где будет это возможно. Нормальные предприниматели все стараются рекламироваться на разных площадках в интернете. А то, что он был теоретически, это еще ни о чем не говорит. Как только мерчанты получат возможность конвертировать монеты, думаю, проект AutoHouse сразу и начнет функционировать. Только уже не теоретически, а практически. Как и многие другие проекты, которые ждут конвертации. И это самое важное. А то, что мы все сделали предварительные заказы на виртуальные автомобили, это по сути просто формальности. Конкретика начнется после открытия эксчейндж платформы. А пока предварительные заказы, сформированные каждым из нас, пусть ждут своего часа. Который, думаю, уже не за горами. На моем канале я публиковал несколько интервью со сторонниками Ванкоина. И когда я задавал им вопрос, когда же состоится выход на биржу, они мне говорили, а нам не обязательно выходить на биржу. Потому что есть замечательная площадка DealShaker, на которой размещено тысячи товаров, включая дорогостоящие товары, типа недвижимости, автомобилей. И можно просто все, что тебе нужно, пойти на этой площадке купить. То есть зачем обменивать Ванкоины на что-то еще, если можно прямо за Ванкоины это покупать. В теории все красиво и замечательно. Только, как видим, практика отличается. Потому что, с одной стороны, вроде бы как на площадке DealShaker действительно предлагаются автомобили, а на практике, вот что пользователь пишет. Да, мы все сделали предварительные заказы на виртуальные автомобили, это по сути просто формальности. Конкретика начнется после открытия Exchange платформы. Как же так? У людей на руках есть Ванкоины, есть человек, который вроде бы как готов продавать автомобили за Ванкоины, но он не согласен их продавать сейчас, пока нет обменника. Почему же? Он что, не верит Ванкоины? Да очень просто, потому что ему нужно эти монеты, Ванкоины во что-то еще конвертировать. Ведь, ну подумайте сами, предприниматель же не сам создает эти автомобили. Он их перепродает, то есть у него есть поставщик, который поставляет ему автомобили, возможно завод или другая фирма. С поставщиком он чем должен, извините, расплачиваться? Ванкоинами? А что поставщик будет с Ванкоинами делать? На DealShaker пойдет? А если это завод, он с рабочим зарплату Ванкоинами должен платить? Или материалы там, сталь, резину и другие материалы за Ванкоины покупать на DealShaker? Ну покажите, где там можно резину, например, для автомобилей за Ванкоины покупать и так далее. То есть пока нет свободной конвертации Ванкоинов в другие, либо фиатные деньги, либо в другие криптовалюты, у предпринимателей всегда есть проблема. И получается, что с одной стороны объявление о продаже автомобилей, недвижимости, еще чего-то на площадке DealShaker есть, но как правило там есть оговорка, что окончательный расчет мы произведем, когда состоится выход на биржу. Потому что, во-первых, предприниматели хотят, чтобы Ванкоины свободно конвертировались, чтобы можно было Ванкоин обменять либо на другую крипту, либо на фиатные деньги раз. И второй момент, предприниматели не в последнюю очередь волнуют курс, потому что я много раз этот момент повторял. А что произойдет с курсом Ванкоина, когда, например, обменник запустится, и количество желающих продать Ванкоины будет в 100 раз больше, чем количество желающих купить? Это может привести просто к обрушению курса. И любой предприниматель, особенно если он продает какие-то крупные товары типа автомобилей или недвижимости, он понимает, сейчас он продаст, извините, реальный какой-то объект недвижимости или автомобиль за Ванкоины, а потом Ванкоин выйдет на биржу и курс упадет в 10 раз, к примеру. И в результате все вот эти виртуальные деньги, которые он получил за данный объект, они мгновенно подешевеют. Кто же этого хочет? Наверное, никто не хочет. Предприниматель это человек, который, как правило, умеет считать деньги. И вот и получается, что Стивен Вагнер объявляет, что он уходит в другую фирму и прекращает работу с Ванкоин до реализации обмена или биржи Ванкоина. Устал мужик, понимаю его. Да, точно устал. Бесконечность, обман со стороны компании, нету конкретики и так далее. Ему надо объем продаж. Ровно год начал и все на этом. Вот такая информация, друзья, на сегодняшний день. Если вы имеете какие-то новости по запуску биржи или обменника, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, а также выскажите ваши предположения, почему же на данный момент, на начало ноября, запуск биржи так и не состоялся. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.